Номер 10. Идеальное ограбление с погони. 2000 год. События этого невероятного ограбления развивались как в голливудском боевике. Сначала в центре Стокгольма вспыхнули два автомобиля. Пока полиция разбиралась, что происходит, в Национальный музей ворвался грабитель с автоматом. К тому времени его сообщники уже прятали среди посетителей. По сигналу они направили пистолеты на охранников, и через 5 минут грабители выскочили на улицу с двумя полотнами Ренуара и автопортретом Рембранта. В канале возле музея их ждала моторная лодка. Они прыгнули в нее и были таковы. Техничность исполнения ограбления поразила шведскую полицию, да и весь мир. И это было настолько кинематографично и идеально исполнено, что полиция по неволе восхитилась грабителями и начала погоню, которая, к сожалению, закончилась ничем. Полиция Швеции просто не была готова к тому, что для похищения используют такой необычный транспорт. Одно из похищенных полотен Ренуара нашли почти сразу. А вот автопортрет Рембранта в 2005 году вернул Роберт Уитмен, который возглавлял отдел ФБР по розыску похищенных произведений искусств. Он вышел на грабителей под видом дилера, который работает на русскую мафию в США. Те не заметили подвоха и пришли навстречу, где и были взяты с поличным. Номер 9. Кража Ван Гога из музея, закрытого на время пандемии. 2020 год. После того, как в марте 2020 года, казалось бы, как давно это было, не правда ли, на мир обрушилась эпидемия ковида, почти все музеи были закрыты для посещения. И этим воспользовались преступники, разбившие стеклянные двери музея Сингер Лорен в голландском городе Лорен простой кувалдой и похитившие картину «Сад у дома священника» в Нюэнене весной Винсента Ван Гога. Картина была предоставлена музею в аренду, но музей закрылся на карантин 12 марта и уже через две недели произошло это похищение. На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нюэнене, в городе, где жили родители художника. По словам специалистов, стоимость картины составляет от 3 до 6 миллионов долларов. Кража шокировала общественность Нидерландов после того, как дирекция музея опубликовала видео наглого взлома и кражи картины. Картину нашли спустя 3,5 года. Ее поисками занимался известный арт-детектив Артур Брант по прозвищу Индиана Джонс в искусстве. Бросивший на поиски всю свою команду, но удивительным образом мужчина, пожелавший остаться неизвестным, вернул ему полотно по собственной воле. Неизвестный вышел на связь с детективом и передал тому обычную синюю сумку Икея, внутри которой находился пакет, завернутый в пузырчатую пленку и наволочку из-под подушки. Открыв сверток уже дома, детектив с удивлением обнаружил полотно, которое он искал 3,5 года. Это был лучший день в моей жизни, признается детектив. Номер 8. Драгоценности на 113 миллионов похищены из музея Дрездена, 2019 год. Это дерзкое ограбление произошло ранним утром 25 ноября 2019 года. Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где расположен музей, подожгли электрощит, обесточили здание и отключили сигнализацию. Из камер видеонаблюдения было видно, что несколько мужчин небольшого роста пролезли через окно в сокровищницу. Все украденные драгоценности были частью сокровищницы, собранной в XVIII веке королем Польши и курфюрстом Саксоний Августом Сильным. Он не только собирал предметы, покрытые бриллиантами и драгоценными камнями, но и спроектировал зеленый свод, в котором они были выставлены. У грабителей было всего несколько минут, чтобы унести три набора ювелирных изделий XVIII века. Полиция приехала на место преступления через пять минут после того, как работники службы безопасности музея подняли тревогу. Но злоумышленники уже скрылись, а затем сожгли машину, на которой приехали в музей. Ограбление вызвало вопрос о мерах безопасности музея и позже даже один из грабителей в суде выразил удивление тем, что они смогли распилить оконные решетки незаметно, несмотря на шум, который создавали. Правоохранители выяснили, что банда, которая являлась членами клана Рэммо, жила в Берлине, но несколько раз посещала музей в Дрездене, чтобы подготовить план ограбления. За информацию об украденном было назначено вознаграждение 500 тысяч евро. Преступление расследовало 40 следователей, и в 2020 году было задержано трое подозреваемых, а год спустя попался и последний. Вернуть большую часть похищенного удалось благодаря достигнутому соглашению между похитителями и органами правосудия в конце 2022 года. Музей получил обратно 18 предметов, включая старинное украшение для шляпы и нагрудную звезду польского ордена Белого Орла XVIII века из бриллиантов, рубинов, золота и серебра. Однако многие ювелирные изделия потеряли свой прежний вид, на них появились царапины, у некоторых экземпляров выпали камни или даже некоторые части. Номер 7. Крик был похищен в музее Мунка среди Белодня, 2004 год. Беспрецедентное вооруженное ограбление музея Мунка произошло 22 августа 2004 года. Вооруженные грабители ворвались в музей среди Белодня, когда там было полно посетителей, сорвали картины со стен, выбежали из здания, сели в автомобиль Ауди черного цвета и скрылись. По словам охранников, во время налета один из преступников держал их под прицелом. Свидетели ограбления рассказали, что когда воры убегали, Крик упал на пол. Эксперты выразили обеспокоенность состоянием картины, так как эта версия картины довольно ветхая. Кроме того, Мунк применял особый тип смеси красок и пастели, которым этим ударом мог быть нанесен ущерб. Как потом выяснилось, картины Эдварда Мунка, Крик и Мадонна не были застрахованы от похищения. Для коммуны Осло, которая является владельцем этих произведений искусства, страхование картин было очень дорогим, поэтому полотна были застрахованы только от пожара и наводнения. Никому и в голову не могло прийти, что кто-то попытается их так нагло похитить. Рамы от полотен были позже найдены в другой части города, холсты из них были вырезаны. Власти обнаружили также автомобиль, на котором был совершен налет. Выяснилось, что по крайней мере один из трех членов банды говорил на норвежском, но поиск непосредственных участников преступления занял почти полтора года. Преступление, очевидно, тщательно планировалось. До апреля 2005 года у следствия не было никаких улик. Норвежская общественность готовилась к худшему после того, как Дагбладет, одна из национальных газет, распространила слух, что Мадонна и Крик были сожжены похитителями, отчаявшимися продать картины внутри страны или вывезти их за границу. Муниципалитет Осло объявил вознаграждение в 413 тысяч долларов за информацию о местонахождении полотен и обратился к неведомым преступникам с просьбой пощадить национальное достояние. Только весной 2005 года отдел по борьбе с организованной преступностью смог провести первые аресты. Под стражу были взяты четверо норвежцев, летом были арестованы еще двое. Судом осуждены были трое, получившие от 4 до 8 лет, остальные были оправданы. Украденные из музея полотна были найдены спустя 2 года и 9 дней. Полиция Осло не разгласила подробностей сенсационной находки, но дала понять, что картины были возвращены без выкупа и без участия информаторов. Номер 6. Картины Фрэнсиса Бэкона похищены из дома испанского коллекционера. 2015 год. Это ограбление окрестили крупнейшим в Испании за последние десятилетия. Из квартиры частного коллекционера в Мадриде были похищены 5 произведений британского художника Фрэнсиса Бэкона стоимостью 30 миллионов евро. Владельцем дорогих полотен являлся близкий друг Бэкона 59-летний Хосе Капелло, страстно влюбленный в искусство. Полученные им в подарок от именитого художника картины были похищены из его дома, расположенного неподалеку от Сената Мадрида. Грабители проникли в жилище, пока хозяин находился в Лондоне. Их добычей, помимо картин, стали драгоценные украшения и коллекция старинных монет стоимостью 400 тысяч евро. Как стало известно из окружения Капелло, со своими функциями не справилась охранная сигнализация, установленная компанией лидером сектора охранных систем. Специалисты говорили, круг людей, которым можно было бы предложить подобные вещи, очень узок. Не так просто продать работу Бэкона, большую или маленькую, так, чтобы об этом не стало известно тем, кто хорошо знает его наследие. Ворам придется нелегко. Так и произошло. Преступники дважды пытались быть с рук украдены, но безуспешно. Предполагаемый вдохновитель банды, грабитель Пистабаль Гарсия, был арестован в мае 2016 года, но впоследствии отпущен под залог. Сам Гарсия, занимающийся скупкой и продажей произведений искусства, отрицает свою причастность к делу. Местоположение трех из пяти картин удалось установить благодаря показаниям одного из десяти задержанных преступников, который согласился сотрудничать со следствием. Две остальные картины пока так и не найдены, и следствие продолжается, но полиция Испании держит его детали в тайне. Номер пять. Украденные из Голландского музея картины сожжены. 2012 год. В 2012 году руминский вор Раду Догару совершил эффектное преступление в музее Кюнстхал в Роттердаме, менее чем за 90 секунд сорвав со стен работы Пикассо, Мане и Гогена. Предрассветное ограбление было оценено более чем в 200 миллионов евро. Нам кажется, что такие ограбления совершают утонченные джентльмены, но Догару промышлял сутенерством и торговал ворованными часами. Перед кражей он посетил музей под видом посетителя, захватив с собой девушку и сообщника. В музее он старательно притворялся ценителем искусства и с невозмутимым видом гулял в спортивных штанах по залам, высматривая картины, которые уместятся в его рюкзаке. Ночью Догару вернулся с подельником и при помощи кусачек вскрыл дверь, ведущую в музей со стороны парка. Камеры видеонаблюдения там не было, охраны тоже. Воры быстро сняли со стен отобранные полотна и скрылись. Сработала сигнализация, но к тому времени, когда подоспела полиция, преступников и след простыл. В тот же день румыны побывали в Брюсселе и встретились с человеком по прозвищу Джордж Вор. Заручившись обещанием, что он найдет им покупателя, Догару с приятелем вернулись в Роттердам, а оттуда поехали на родину. Три года они пытались сбыть картины с рук, но все неудачно. В итоге, один из арт-дилеров, которым они попытались спихнуть полотна, заподозрил неладно и сдал Догару полиции. Вора задержали через три года и на суде он избрал очень необычную тактику, попытавшись подать иск к музею и заявив, что меры безопасности музея были слишком мягкими, и именно поэтому он стал их жертвой. «Я не мог себе представить, что в музее будут выставлены такие ценные работы, но под таким слабым наблюдением», – сказал он на слушаниях. Когда следователи пришли с обыском в дом похитителя, его мать заявила, что сожгла картины, чтобы защитить своего сына. Следователи даже нашли пепел и гвозди, соответствующие украденным предметам, в камине их дома. Однако, женщина, судя по всему, не знала, что уничтожение произведения искусства – это тоже преступление, и вскоре отказалась от своих слов. У грабителя был подельник, но он остался неизвестным, как и судьба картин, возможно, навсегда исчезнувших с наших глаз. Номер 4. Гигантскую скульптуру Генри Мура украли и не нашли. 2005 год. Генри Мур известен своими монументальными скульптурами из бронзы, которые, как правило, размещают под открытым небом в общественных пространствах. И, казалось бы, сам вес и размеры его работ защищают его от поползновений воришек. Но в этом случае немалый вес его работы, полулежащая фигура, сыграл даже на руку похитителям. В 2015 году преступники похитили уличную скульптуру весом в 2 тонны и стоимостью 5 миллионов евро, которая была выставлена перед зданием фонда самого Генри Мура в Харфордшире, Англия. Грабителям, которыми были трое мужчин, попавших на камеры, пришлось пригнать на территорию фонда грузовик, куда они с помощью подъемного механизма и погрузили наш шедевр. Проблема в том, что уличные скульптуры никто не охраняет, и по Британии даже прокатилась целая волна таких похищений. Никто и не предполагает, что неподъемную скульптуру кто-то решится похитить. И вот, на следующий день полиция смотрит на видео, как трое мужчин подгоняют грузовик Мерседес, погружают в него скульптуру и уезжают. Вскоре полиция Великобритании обнаружила грузовик Мерседес, на котором воры вывезли двухтонную скульптуру и попыталась выяснить, кому он принадлежит. Однако грузовик был украден. Дальнейшая судьба скульптуры так и остается неизвестной, но полиция и фонд опасаются, что фигуру просто распилят на металл. В этом случае похитителям удастся выручить порядка 8 тысяч фунтов, что кажется каплей по сравнению с 5 миллионами. Но лучше, чем ничего, потому что продать скульптуру будет практически невозможно. Ее не спрячешь в подвал и не скроешь от людских глаз. Номер 3. Пропавшие из Манчестерской галереи работы найдены в старом туалете. 2003 год. Это знаменитое похищение, несомненно, совершили люди с хорошим чувством юмора. В 2003 году неизвестные проникли в художественную галерею Уитвард и вынесли три картины Поля Гогена, Пабло Пикассо и Винсента Ван Гога. Кража была совершена в субботу, но обнаружили пропажу только на следующий день, в воскресенье. Дирекция музея сразу заявила, что хитроумная кража была спланирована заранее и совершена неизвестными, явно имеющими огромный опыт с целью продажи бесценных шедевров на черном рынке. Стоимость картин оценивалась в 4 миллиона фунтов. Однако, спустя пару дней, картины были обнаружены в заброшенном и раскрашенном граффити туалете, который находился всего в 200 метрах от галереи. Картины были свернуты и засунуты в тубу, и с ними была записка. Мы не собирались красть картины, мы сделали это для того, чтобы обратить внимание на ужасный уровень безопасности в галерее. Картинам был нанесен минимальный ущерб, и уже через пару дней они снова висели в музее. Оказалось, что в галерее не было даже видеонаблюдения, поэтому похитителей насмешников так и не нашли. Номер 2. Два ранних Ван Гога украдены из Амстердамского музея. 2002 год. Как вы уже наверняка поняли, картины Ван Гога почему-то обладают для воров особой привлекательностью, их постоянно пытаются похитить. Однако, это похищение обратило на себя особое внимание из-за своей наглости. Незадолго до открытия музея два вора, Октав Дарем и его сообщник Хэнк Бислейн, поднялись по простой приставной лестнице и разбили окно. Перед тем, как забраться внутрь, они привязали веревку к флагштоку. Забравшись внутрь, они сняли со стены две картины Ван Гога и назад уже спустились по веревке. Но совершили ошибку, оставив у веревки кепку со своим ДНК. Ни охрана внутри здания, ни быстро приехавшие полицейские сделать ничего не успели. Камеры видеонаблюдения не помогли, лица преступников были скрыты, как и куда они ушли из музея неизвестно. Стоимость похищенных полотен оценили в 30 миллионов долларов. Но самое поразительно другое, картина «Реформаторская церковь» в Нью-Эвене, которую забрали преступники, уже похищалась в 1991 году. Полиция довольно скоро установила двух голландцев, совершивших кражу, просто по их ДНК. Но мало было арестовать грабителей, нужно было еще найти и картины. Поэтому грабители арестовали не сразу, а спустя полтора года. Все это время за ними следили и прослушивали их разговоры. Так была установлена ниточка, которая приведет к цели спустя многие годы. Парочка подозреваемых активно контактировала с членами неаполитанской мафии Каморра, которая контролировала несколько кофешопов в Амстердаме. Именно упоминание по телефону о краже и продаже картин итальянцам, а также внезапно обрушившиеся на головы двух голландцев богатства, и стало главным доводом обвинения. Осужденные на 4-4,5 года преступники так ни в чем и не признались. 14 лет ничего не было известно. Поиски вели голландская полиция, итальянские карабинеры, даже американская ФБР. А в сентябре 2016 года все новостные агентства сообщили о том, что близ Неаполя в доме одного из боссов мафии были найдены похищенные картины. Подробности на фотке до сих пор не ясны. Карабинеры арестовали 12 членов одного из кланов Каморры. Еще двоих объявили в розыск. Часть из них была осуждена за разные преступления, но только не за кражу амстердамских картин. И номер 1. Вор по кличке Человек-паук совершил ограбление века. 2010 год. Кража пяти выдающихся произведений из музея современного искусства в Париже была настолько ловкой, что похитителя сравнили с Арсеном Люпеном, французским героем-грабителем. Он проник в музей через окно, и ему удалось вынести из музея картины Пикассо, Матисса, Модельяне, Леже и Брака общей стоимостью в десятки миллионов евро. В мае 2010 года Вьеран Томич, сын боснийских эмигрантов, всю жизнь промышлявший квартивными кражами, обратил внимание на выставку, которая проходила в Музее современного искусства в Париже. Что особенно понравилось Вьерану, охранные системы музея на тот момент не были совершенными, и музей начал их плановую замену. Это был шанс, который нельзя было упустить. Томич обратил внимание на конструкцию оконных храм и понял, что не раз уже вскрывал такие, и забраться в музей ему не составит труда. Исследовав музей изнутри, он нашел датчики движения, которые были отключены перед заменой. Подготовка к ограблению заняла 6 дней. Начиная с 14 мая, Томич по ночам выворачивал винды в одном из окон, заменяя их муляжами. Ночью, 20 мая, он наконец вынул окно, ненадолго залез внутрь и снова выбрался на улицу, проверяя сигнализацию. Поняв, что она не сработала, он вернулся в музей и нашел картину, лежа за которой и пришел. Однако, как позже Томич рассказывал журналисту, он просто не смог остановиться. Остальные картины взывали к нему, поэтому он прихватил и их. Грабитель в два захода отнес картины в свою машину, а наутро о крупнейшей за последние годы краже произведений искусства стали говорить во всех новостях. Происшествие назвали ограблением века. Вскоре у полиции появился свидетель, скейтбордист, который видел подозрительного мужчину около музея за несколько дней до ограбления. В первые месяцы улик у следствия практически не было, однако осенью имя Томича всплыло в другом расследовании об ограблении и в ходе прослушки его телефонных разговоров полиция услышала его беспокойные рассуждения об ограблении музея. За ним начали следить, и в декабре 2010 года полиция увидела, как Томич осматривает экстренные выходы парижского центра Помпиду, а на следующий день покупает перчатки, клей и присоски. Автоответчик на телефоне Томича и вовсе сообщал, что к нему можно обратиться по поводу покупки пяти очень дорогих картин. После этого Томич был арестован, а на допросе сразу сознался в ограблении музея современного искусства. Прокурору показалось, что Томич гордится своей работой. Ему дали 8 лет и присудили 100 тысяч евро штрафа, но местонахождение картин так и остается неизвестным до сих пор. Подельник грабителя заявил, что сжег картины, но специалисты сомневаются в этом. Уж слишком ценными они являются. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Здесь мы просто, а главное честно, говорим об искусстве. Всем пока!